Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают потому что я даже в этом не шарю, не хочу даже, я настолько не понимаю этих всех тех. Я даже не знаю, что такое федерализация, поэтому не могу ответить. Даже не знаю, честно, не могу даже ничего так сказать насчет этого. Мне, можно сказать, не очень нравится эта идея, если честно. Ну, как-то уже, не знаю, ну, уже, как знаем, единая страна, и, ну, как-то что-то делить, что-то, там, это, не знаю, это, как по мне, это не нужно. Позитивно, потому что большинство европейских стран, которые достигли определенного высокого уровня развития, они являются федеральными государствами, то есть для развития регионов это очень большой плюс, потому что деньги регионов останутся в регионе, а бы не будет распределение по старец оттуда, там, еще что-то, как бы, на остальные поменьше, потому что есть регионы, которые, например, Полтава, которые дают очень много бюджета, да, в Украину, но им возвращается не очень-таки много, то есть и федерализация должна быть однозначной. В данной ситуации федерализация Украины приведет к только нарастанию конфликта в обществе и давлению со стороны, ну, я думаю, России, потому что мы видели, что в Украине на протяжении 20 лет существовала автономная республика Крыма, что с ней произошло, и такой же сценарий, мне кажется, возможен при федерализации Украины с восточными областями, тем более, если будет предоставлена возможность внешней политической деятельности отдельно этих регионов, также эти регионы будут влиять на Киев, на Центр, будут блокировать, возможно, какие-то решения, которые принимаются Центром в плане европейского вектора развития Украины. Ну, я считаю, что федерализация недопустима и неприемлема ни в коем случае. Почему? Потому что, как уже было перечислено, это не придет к ничему хорошему. Опять же, тот же Крым замечательный пример тому же. В том числе и Крым очень был дотационным регионом страны, и некоторые сами себя не смогут обеспечить регионы, поэтому это однозначно негативное было бы решение. На самом деле я против децентрализации власти, как таковой, потому что это не есть хорошо. Опять же, есть хороший пример, это наш ближний сосед, это Российская Федерация. С точки зрения юриспруденции, это федерация, то есть где существует децентрализация власти. Но, как мы видим, там не особо это хорошо развито, и поэтому там есть внутри страны конфликты, связанные с федерализацией и с децентрализацией власти. Соответственно, давать какие-то суверенные права неким областям, организациям и прочее, будет сербор, как было с вторым языком, где каждому округу давали право выбирать еще какой-то язык, когда там на территории Херстанской области, просто я оттуда, в некоторых селах был второй язык татарский, казахский и прочее. Вот это неправильно. Поэтому должен быть центр власти, и все, федерализация это не особо хорошо. Я думаю, что это негативно повлияет на обстановку в стране, потому что власть перейдет к другим личностям, то есть это будет олигархия, и я не считаю, что это хорошо, потому что начнется именно междуусобицы, конфликты, кто больше урвет, скажем так. В данный момент, я думаю, это не актуально говорить. Я думаю, если бы это было в начале весны, то я думаю, это помогло бы сохранить мирное на Украине. Ну а сейчас это совсем не актуально. Я надеюсь, что этого не произойдет, ну и даже если такое вдруг случится, но я надеюсь, что не будет такой же ситуации, как происходит в тех областях. Ну, очень бы этого не хотелось. Хотелось бы, чтобы вся Украина была вместе, но все-таки я сам в Донецкой области, как бы мне очень обидно, что вот так вот относятся многие в Донецкой области, называя там, не буду выражаться как, считая нас какими-то более низкими, так сказать, более какими-то хуже, чем все остальные, вообще украинцы. На самом деле, ну, честно говоря, вот хотелось бы просто, чтобы было все мирно, тихо, спокойно, как было, ничего не отсоединялось просто. Ну а там все-таки, как будет именно отсоединяться, не отсоединяться, это уже все-таки зависит не от нас. Мы просто простые люди, так сказать, и мы просто, так сказать, подчиняться будем тому, что скажут, как будет, но так и будет. Нет, такого не будет, я уверена, потому что Харьков у нас очень достаточно культурно и сдержанный город, а наши люди такое делать не будут, и они не будут это поддерживать, даже если будут это поддерживать на словах, я надеюсь, что все-таки нет. Как показывает практика, создать особенные настроения или хотя бы видимость их, в принципе, в Харькове реально. Федерализация может быть разная просто, опять же, это может быть, если экономическая сфера и без политического вмешательства, то есть основные политические вопросы, если будут приниматься в центре, то для Харькова, как региона, действительно зарабатывающего в рамках Украины, это, безусловно, выгодно. Но мы прекрасно понимаем, что политика и экономика, они тесно очень связаны, тем более в Украине, и поэтому это будет прекрасным поводом для движения от экономического к политической федерализации, что на целостность страны никак хорошо не отразится. А так как это не отразится хорошо на целостность страны, то на экономическом благосостоянии региона в том числе. Это инвестиционные проекты, инвестиционный климат, этого ничего, ни к чему хорошему не приведет, мне кажется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!